Сейчас, кстати, это довольно распространенный вариант буквы R, когда она вот так идет. То есть она, Ольга, возвращается по правой стороне. То есть она, заметьте, по правой стороне не как вариант 1.1, как психопатическая, пусть она психопатическая, а она срабатывает именно вот в таком ключе. То есть у нее возврат идет вот в эту сторону. То есть если так брать, вот сюда, вот нарисую здесь плюсик. И вот то, что я рисовал, если левая сторона, как буква P, Y, либо левая петелька, это чувственно-эмоциональный фактор, это прошлое, жилое, нажитое, наработанное, как былое, то все, что в правую сторону у нас уходит, это наши планы, будущая перспектива. Это то, что мы как раз ожидаем. И это очень часто наша выгода, корость, наши дивиденды. И вот как раз именно вариант 1.8, так пишут люди, для которых стрессовая ситуация связана с выгодой, с коростью, с материальной заинтересованностью. Так элементарно может писать какой-нибудь кризис-менеджер. То есть под понятием кризис-менеджера подразумевается то, что у компании беда, угорчение, фиговая ситуация. То есть нужно резко, экстремально все разруливать. Принимать в какой-то мере, как с одной стороны, непопулярное решение, но с другой стороны, поймите, это тот человек, который живет и зарабатывает, когда кризис, когда все фигово. Поняли? И вот как раз специфика 1.8 иногда заключается в том, что люди могут специально устраивать кризисные ситуации для того, чтобы их монетизировать. То есть в Украине есть такой политик Олег Ляшко. Радикал. Мама, я полюбила радикала. Дочь, я все понимаю, но ради чего ты его полюбила? Радикала. Поэтому в данном случае как раз именно понятие Р-ки, это как раз устраивать кипиш, устраивать истерику, устраивать войну, устраивать лишний кризис, потому что это дает ему выгоду. То есть Ляшко где-то в такой модели и шел. То есть это максимальное нагнетание, скажем так, негативной информации, то есть ситуации для того, чтобы люди за него голосовали. То есть он это монетизировал, понятно, в голоса, которые потом монетизировал в продажу своих голосов, чтобы голосовать за определенные пакеты. И чем более себя неадекватно вел, чем больше люди думали, что это реальный пацан, который что-то решает. На самом деле это был реальный пацан, который зарабатывал деньги, понятно? Вот мы, кстати, как раз на практике тогда, ну, с учетом того, что мы возвращаться не будем, мы как раз тогда и разбирали. Почерк одного парня, который работал, про футбол писал, он представитель фармацевтической компании. То есть он, 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 он. А, в Шайком. Да. То есть у него Р-ки вот такие. То есть по большому счету, то есть его задача это продавать лекарства, продавать через, как представил, ну, как через всевозможных там врачей, докторов, заключая с ними контракты, то есть чем больше они выписывают рецепты, тем больше это монетизируется. То есть чем больше люди болеют, чем больше они едят правильных таблеток, понятно? То есть и чем больше врач будет нагнетать негативной информации на больного, чем больше он будет зарабатывать вместе с представителем фармацевтической компании. Чистейший вариант, понятно? То, кстати, с ними очень прикольная штука. То есть когда действительно у вас фиговая ситуация и вам нужен экстрим-менеджер, и вы действительно, ну, знаете, что он является таковым, он такие проблемы, ну, проблемы такого уровня решает, вы его берете. Но когда ситуация у вас начинает выравниваться, когда он действительно ее, ну, угрозу нивелирует, его нужно убирать. Лучше всего потихонечку вводить параллельно с ним в управление такого как более стабилизирующего менеджера, того, который уже работает в ситуациях, когда все уже спокойно, все нормально. Потому что если такого оставлять в управлении, он дальше будет нагнетать лишнего негатива для того, чтобы зарабатывать на этом лишние деньги. Понятно? Как у меня знакомый, работая в компании там, в Иссери, в отделе по связям с общественностью, все фигово. Проблема капец. Понятно? Ему выгодно, чтобы были проблемы, чтобы были какие-то постоянно незаурядницы, которые нужно решать, сверху накручивая свои какие-то проценты, свои какие-то откаты, все остальное, то есть постоянно иметь долю. Поэтому люди иногда... Заметьте, речь не идет о том, что он, как это называется, не чист на руку. Поняли? Речь не идет о том, что он там вор. Поняли? То есть есть определенные системы, в которых понятие отката – это норма. Вы как-то работали там на подборе персонала в одной автолизинговой компании. И у них в анкете, Света, был очень четкий вопрос из серии «Как вы относитесь к откатам?» Понятно? И прикольная штука в том, что там какой-то, знаешь, там по одному анализ давали, что он говорит, знаешь, как из серии «О, откатики!» Знаешь, ну и степь. То есть он такой очень сильно обрадовался на этот вопрос, знаешь, из серии, что пришел туда, куда надо, знаешь. Как вот еврей пришел на склад, «О, у вас еще и зарплата платят?» Знаешь, ну, в таком смысле. Вот. И мы пишем, что как бы к откатам человек расположен. На что заказчик нам Света объяснил о том, что откаты в автолизинге – это норма. То есть условно говоря, то есть компания максимально заинтересована продать, и если он, скажем так, ведет, возьмет свой откат, но продаст и компании будет удобно, пускай берет. Он договорился, он продал, понимаешь? То есть то, что они-то между собой будут уже там махинации какие-то плести, ну, с покупателем, то это как бы для этого есть служба безопасности, которая это все фиксирует, пасет, чтобы, знаешь, слишком сильно не переходили и не играли против компаний. Это другая задача. Но откат разрешен в пределах определенных законов. Правильно. Все. Очень четко. Поэтому здесь как раз вот тот случай, когда вот у той серии, то есть если откат, да, человек его возьмет, и это не всегда, как я понимаю, во всех системах является наказуемым. В свое время так вот, опять же, ну, просто у меня, опять же, много примеров будет с украинской политики, то есть в свое время так Юлия Тимошенко спасала украинскую нацию от вымирания, от гриппа там. То есть пошел сезон какого-то гриппа, умерло там на всю Украину там пару человек, то есть из серии, Юлия там затрубила все трубы, там из серии, что... Скоро хохлы все повыздыхают, потому что, получается, напал злостный грипп и нужно всех спасать. Мазать окселиновой мазью, одевать какие-то там повязки, вот эти, то есть намордники там, ну и все остальное. И она, это все чартерными самолетами реально возила со всего мира, то есть, ну, там миллиарды зарабатывалось денег, понимаете? Но истерику раздули на этом вот-вот очень сильно. То есть и писала в это время, она именно вот так, понятно? Поэтому, если это политики, то есть, ну, Продюссадор Мороз в свое время так писал, не Мороз, простите, это Симоненко, это Петр, тоже коммунист, который тоже начал ситуацию расшатывать, когда понял, что рейтинги падают. Это вот люди, когда начинают так писать, они начинают слишком сильно заигрываться в а-ля враг у ворот, понятно? Для того, чтобы на этом заработать себе дивидендов, выгоды и бабла. Банально. Все? Такая штука. И вот тут заметишь, что очень важно будет с точки зрения того, с каким человеком вы имеете дело, какой вид деятельности, род деятельности, то есть, каким образом вы с ним связаны.